На скамье подсудимых бывший зампред городской думы. В свидетелях экс-главы города и мэрии, десятки чиновников и депутатов. Вот уж действительно громкий процесс. В пятницу 10 февраля Сергею Морозову огласили приговор. Вот только один эпизод – приготовление к получению взятки от предпринимательницы Марковкиной. Дело было в конце 2014 года. Бизнесвумен просила Морозова, который входил в комитет по землепользованию и застройке, посодействовать ей в получении земельного участка под организацию автостоянки и гостиничного комплекса в районе Меланжевого комбината. Обращаясь к Морозову, она хотела сократить сроки рассмотрения данного вопроса. Она говорила ему о благодарности со своей стороны, но этим не пыталась склонить Морозова к получению вознаграждения, так как благодарность предполагает разные формы. Морозов ей пояснил, что у нее есть два пути. Написать заявление или обратиться к его знакомому, который поможет ей. По версии следствия, Морозов, экс-председатель комитета Гордумы по законности, к делу подошел с юридической дотошностью. Сделку попытался провести через третье лицо, да так, что комар носа не подточит. Передал дизитную карточку Купчишин, объяснив, что этот человек решает все вопросы по форме на участке. Морозов полушепотом сообщил, что ей возможно потребуется перечислить денежные средства в благотворительный фонд родной город, сумме которой ей позднее сообщат и показал на визитку Купчишина, которую ей дал. Она предложила обсудить этот вопрос вне думы, так как посчитала, что Морозов стесняется об этом говорить в кабинете, обсуждать это за углом, в коридоре, на глазах у других сотрудников неэтично. Купчишин при встрече с Марковкиной представился правой и левой рукой Морозова. Эти руки и должны были сделать всю грязную работу. Купчишин сказал, что он сформировал два участка размером 1,2 гектара и на листе бумаги написал 1,2-15 миллионов. Предпринимательница попросила о личной встрече с Морозовым. Когда она приехала к Морозову, тот попросил оставить сумку в приемной и они вышли в коридор. При первой встрече Морозов объяснял, что не может говорить в кабинете, так как все записывается. Морковкиной сообщили, сумма снижена до 12 миллионов, но участок оформят на подставное лицо, до тех пор, пока не получат деньги. Купчишин пояснил, что это нормальная практика. У них была ситуация, когда они получили предоплату, земельный участок оформлен на человека, а оставшиеся денежные средства человек отказался передать. Поэтому сейчас отработана новая система оформления на ООО с последующей передачей соответствующим лицом. Деньги, кстати, нужно было перечислить в благотворительный фонд «Родной город». При встрече с одним из знакомых, сотрудником администрации, она узнала, что фонд «Родной город» используется как завуалированная форма взяток за решение должностными лицами определенных вопросов. Депутаты проголосовали за выделение участка своему человеку Купчишина. На суде свидетели из числа сотрудников администрации рассказывали о пометках в материалах к повестке заседания, на котором принималось решение. Но участок Марковкина так и не получила и деньги не передала. Морозов почувствовал неладное и прервал с ней все контакты. Она несколько раз обращалась к Родионовой, чтобы узнать, почему Морозов не идет на контакт. Сначала Родионова передала ей слова Морозова о том, чтобы она не беспокоилась. Все решится в ее пользу. А 24 февраля 2015 года ей позвонил Родионову, передала просьбу Морозова больше его не беспокоить. И его слова знакомых надо выбирать лучше. Это показания Марковкиной. Купчишин также свидетельствовал против Морозова. Он, кстати, летом был осужден за свое участие в этом эпизоде. Получил 4 года условно. Морозов все обвинения отрицал. Заявлял, что стал жертвой ситуации. И таким образом ему отомстила одна из его коллег депутатов городской думы. Он сообщил Сверчкову, что в отношении него была попытка провокации дачи и взятки. Пояснил, что провокация была направлена против Сверчкова и назвал ему заказчика, которым являлись Бачкова с супругом. Провокация вызвана тем, что им было отказано в предоставлении земельного участка в центре города, который они хотели получить в целях перепродажи. Заявление было от Кенишенской птицефабрики, которую возглавляет Бачкова. Расположение земельного участка указывало на то, что они хотели строить многоквартирный жилой дом с последующей перепродажей. Он голосовал за необходимость вынесения на аукцион земельного участка. Бачкова, по его мнению, была уверена, что он действовал по получению главы города. Причастность Бачковой к провокации является его предположение. Свои предположения он основывает на сведениях, полученных от его друзей, при которых сын Бачкова из состояния сильного алкогольного пьянения в одном из баров рассказывал, что Сверчкову и Морозову придет конец. Маниакальная осторожность помогла бы Морозову избежать тюремных будней, если бы не врожденная жажда справедливости бизнес-вумен Марковкиной. В ходе разговора с Морозовым у нее имелся диктофон, который она всегда использует при встрече с официальными лицами, чтобы обезопасить себя, восстановить разговоры. Оглашение материалов дела заняло несколько часов. Морозов признан виновным, поэтому и двум другим эпизодом. И приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 12 миллионов рублей.